Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом Ильжи Александр, и мы продолжаем обеспечивать нашу немногочисленную семью в игре под названием Border Officer. Ну и разумеется, продвигать по карьерной лестнице великого бомжа, за которого мы и играем. Перед тем, как сесть записывать эту серию, я кое-что сделал. Я пошел к соседу и забрал все его вещи, потому что они ему теперь, в общем-то, не нужны, а мне пригодятся. Конечно, его родственники могли положить ему в гроб, проигрыватель, камеру и прочие вещи, чтобы в загробной жизни он воспользовался этими штуками, как это делали многие народы в прошлом. Но они и этого не сделали, я просто забрал. Здорово. Ну и теперь пора отправляться на работу, а по пути на работу я расскажу вам о нескольких вещах. Например, первая вещь – это проблема с животными. Путем общего голосования мы пришли к выводу, что все-таки игра заглючила. Кто-то предлагал использовать шприц для волка, чтобы воскресить моих коров и кур, но это шприц для волка, друзья, там так и написано – шприц лечит волка. Так что, сорян, не получится. Конечно, прискорбно, но факт – это факт. И один из моих подписчиков заметил на прошлом видосе волка. Да, волк все-таки присутствовал в видосе. И его можно было заметить на 28-й минуте, практически на 29-й, когда я проезжал мимо вывески. И неудивительно, что я его не заметил, потому что волк настолько жестко замаскировался в траве, и только со второго раза или с третьего, когда я пересматривал этот момент, я увидел там волка. Он просто лежал возле знака в траве. Это жестко. Я мог его приручить, но я этого не сделал. Так что я не знаю. И опять же, кто-то говорил, что волка можно встретить возле границы после работы, но этот момент как бы опровергает теорию, потому что волк лежал возле знака. Сейчас мы возле этого знака будем проезжать, и, может быть, волка там даже и встретим. Блин, у меня проблемы со счастьем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сейчас всё будет очень дорого стоить, если я счастье не подниму. Вот это проблема. Зато 13 рублей мне платит автостопщик. Обожаю эту даму. Ой, малышка, 13 рублей. Просто великолепно. Придётся потратить эти 13 рублей на покупку пива, чтобы поднять настроение себе. Хотя в багажнике вроде бы у меня что-то лежало для этих целей. Почему у меня счастье так упало, я не знаю. Прям очень сильно упало счастье. Просто невыносимо. А вон, кстати, справа и тот самый знак, возле которого вальяжно развалился волк и отдыхал. Ожидая, наверное, меня, но я его не заметил. Поэтому теперь нужно смотреть в оба конца, в оба, и искать этого волка. А вот и он, глядите-ка. Чиринь-чиринь-чиринь. Здорово, волк, ты никуда не ушёл? Ты реально покорно дожидался меня? Какой умничка, хороший мальчик. Ты ведь не мёртвый мальчик. Так, чё это меня развернуло? Ты ведь живой? Ну скажи, что ты жив. Волк, да, а чё с ним? Я ж покормил его, да? А чё, мне кажется, ему плохо. Чё, погоди. Нажмите Е, чтобы связаться с вашим питомцем. Введите ему имя. Он же мёртвый лежит, но его пускай зовут Пёс. Утвердить. Так, у него нет здоровья, друзья. Нашего волка нужно вылечить. Окей, наконец-то я его нашёл, но теперь нужен шприц. Значится так. Пускай он лежит здесь, по дороге с работы я заскочу и, в общем-то, подлечу его. Из дома ворвать всё равно больше нечего? Или всё-таки сбегаем, купим ему шприц? Да, наверное, стоит ему шприц купить, друзья. Не могу я ехать дальше, зная, что где-то на дороге валяется мой пёс-волк. Волк-пёс. У меня же просто сердце кровью обливается, разрывается. Я ведь не бессердечная сволочь какая-то. У меня есть душа и у меня есть... Я люблю животных. Я обожаю животных, а волков. Ну, я волка в жизни ни разу не видел. Ну, как бы, своими глазами, да? Через монитор видел. Так это видел не монитор, а чья-то камера. А потом увидел монитор я и это не то. Это не то. Так, сколько стоит шприц? 20 баксов? Вы чё, охерели там что-ли все полностью? Или вы чуть-чуть охереваете? Такс, ну я, конечно, могу. Стоп, тогда у меня будет 37 баксов. Ну, в общем-то, оно того, я думаю, стоит. Волка нужно воскрешать, друзья. Остался я без дополнительной прибыли, зато есть волк. Охотиться на животных я не буду больше. Это бесполезно. Жрачка у меня есть. Блин, как вот эту проблему решить? Я, конечно, могу пойти попробовать заскочить в развлекательный клуб. И там счастье я подниму как бы с помощью пива до наивысшего уровня. Не помню, сколько стоит вход. Да, получится так сэкономить. Слушайте. Я так сэкономлю, потому что если покупать вещи в магазе, которые будут поднимать настроение, счастье, это будет очень дорого. Потому что сейчас скидки мне никто не даст. Такс, используйте шприц. Пес, отлично. Пес, теперь мой. А покормить бы его, блин. А есть чем кормить? Я должен найти немного мяса. Ладно, забирайся в машину, волчара. А где волк? А где волк? А где волк, э? Волк, какой ты классный. Ха-ха, забирайся в машину, я же сказал. Чё он в машину не залазит? Блин, волк. А-ха-ха, бомж завёл волка. Он гавкает, да? Ладно, сядь здесь. Сиди, ну сидеть. Сиди и береги дом. Броди и защищай дом. Забирайся в машину, ну пожалуйста. А чё он не хочет? На, вот я дверь тебе открыл. Ха-ха, надо было дверь открыть. Ой, мой умничка, хороший мальчик, наконец-то. Друзья, у меня есть волк. Ха-ха, какой он крутой. А, да, да, да. Женщина ведь не будет нервничать, что тут сидит волк на заднем сиденье. Ладно, плевать, это же волк. Ха-ха, у меня есть вручной волк, друзья. Я прям добился успеха. Не у каждого бомжа, между прочим, есть ручной волк. А у меня есть. И это просто великолепно. Сейчас мне заплатит эта дамочка ещё за проезд. Надеюсь, колеса у меня не лопнут по дороге. Заплатит за проезд. Я эти деньги потрачу на развлечения в клубе. Подниму настроение. С помощью энергетиков подниму себе энергию. Так, погодите, надо перепроверить. У меня вообще есть энергетики или нет? Короче, подниму себе энергию и заработаю за сегодня баксов 40. И опять всё будет хорошо. Вообще, наверное, стоит отправить волка домой, чтобы он охранял дом. Ибо у меня могут ещё что-нибудь свистнуть. Хотя у меня... У меня же вроде бы всё уже свистнули. Бомж остался без ничего. У меня даже жена ушла из-за этого. Ну, конечно, телека нету, дяди нету. Теперь мне нужно спуститься сюда. Да, деньги. Давай, давай, 13 рублей. Ты богатая женщина, блин. Так, я тоже выхожу. А зачем я заехал на бездорожье? Могут колёса полопаться. Вот это будет беда, неприятность. Так, Волк, сиди здесь. Ты будешь теперь моим спутником. Красавец какой. Милаха. Так, сколько там проход стоит? Я уже и забыл, брат. Сколько? 10 гривен? Отлично, оно того стоит. Когда ты заходишь, не будь глупым. Я пришёл сюда с одной целью. Просто тупо нажраться перед работой. Да, это как бы жёстко. Но надо, 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 надо. Сейчас, конечно, персонаж... Ой-ёй-ёй, поплыл уже. Буквально с двух бутылок. Я не знаю, что они добавляют в это пиво. Но, опять же, если залпом выпить три бутылки, и даже четвёртую вот просто взять и влить в себя пиво. Четыре литра. Это прям будет херово. Ой, посмотрите, чё. Всё уменьшается, увеличивается. Я то гном, то великан. А как будет выглядеть Волк? Охренеть. Поглядите. Ха-ха, вот это плющит. Волк. У тебя такая большая голова, Волк. Чё-то меня шатает. Надеюсь, я не проблюсь. Так, что по энергетикам? Я не хочу залазить под машину. Я хочу залезть в багажник. Три энергетика есть. Блин. И я, знаете, я мог поднять настроение с помощью сигарет и шоколада. Жены как бы нету. Сигареты курить некому. Шоколадку я сыну отдам. Ладно, энергетик возьму. Три энергетика не так много, как хотелось бы. Лучше бы у меня было их четыре. Да, сорок рублей всё же не удастся, наверное, сегодня заработать. Но и не беда. Кварплата сейчас небольшая. Я 20 рублей потратил на Волка. Давай, заводись. Заводись. В общем, все траты у меня как бы разумные. Я ни об одной из них не жалею. Да не за... Я просто хотел на дорогу выехать. Во, 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 выехали. А теперь прямо. Ну, едь. Я жму газ вперёд. Охренеть. Во, еле-еле-еле кое-как выкрутился из этой ситуации. Да нет же. Да вы прикалываетесь. Серьёзно, колесо лопнуло? Да ну это жесть. Друзья, у меня лопнуло колесо. У меня, мать его, лопнуло колесо. Когда именно я выехал на дорогу? Шины больше нету. Придётся на работу шуровать, наверное, пешком. Но я запарюсь. У меня энергии мало. А может быть до заправки дойти? До заправки будет быстрее. Там я машину свою заберу, поменяю колесо. В общем, да. Давайте нажму на паузу, чтобы вы не видели это унылое хождение-брождение. Ох, друзья, всё оказалось гораздо проблематичнее. Я вернулся на этот блокпост, на котором постоянно закупаюсь. И оказывается, что моя машина там не заспаунилась. Поэтому мне пришлось купить колёса и двигаться опять к этому клубасу. Сейчас я колесо поменяю и можно отправляться дальше в путь. Но зато я заскочил в магазин, купил себе ещё одну банку энергетика, чтобы восстановить энергию на максимум. И одно дополнительное колесо. Оно явно не будет лишним, пускай лежит всегда в багажнике. Я урок усвоил. Так, поменять шину. Поменяли. Эй-эй-эй-эй-эй! Ву! Воу-воу-воу! Волк, без меня не уезжай! Как это я без волка и без машины-то буду жить? У меня ничего кроме них и не осталось. Так, зачем я поставил наручник? Хе-хе. Всё, машина завелась и буду ехать стараться конкретно по дороге. Пока всё идёт просто мега гладко. Ну, конечно, огорчает проблема с животными. Волк мой не помрёт раньше времени, как помирают курицы и коровы. Которые просто появляются мёртвыми. Ну, это же ужасно. Это просто несправедливость. Вселенская, глобальная, мерзкая несправедливость. Нельзя так поступать с человеком, который хочет завести себе курицу или корову. Нельзя привозить ему в загон мёртвых курей, которые пожирают пищу. Мёртвые курицы едят еду, а мёртвые коровы едят сено. Они просто притворяются. Это глобальный заговор. Всё-таки куриц и коров. Ой, что-то я сильно разогнался. Надо бы, наверное, сбавить обороты. Иначе меня сейчас опять начнёт носить. Ой! Ой-ой-ой, как меня развернуло. Тихо-тихо-тихо-тихо, тормози. Вот это меня развернуло. Решил затормозить. И вот к чему приводит резкое торможение. Ох, выбило просто из колеи. Но сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Встал на правильные рельсы. По траве ездить не будем, потому что в траве шипы. И не бывает так, что у машины лопаются колёса каждый день. От буквально малейшего контакта с землёй. Об камни. Это надо реально долго ехать, да? И сильно должны быть изношенные шины, чтобы они так жёстко лопались. Не знаю, из чего они здесь сделаны. Так всё, больше на газ. Так, нихера себе опять! Чё меня так воротит, э? Я просто перестал давить на газ. Повернул немножко вправо или влево, не помню. То есть слегка реально дёрнул руль и меня так завертело-закрутило. Неуправляемый драндулет. Раньше он был управляемее. Ну и вот мы на границе, друзья. Вот мы на границе. Сегодня у нас час и день икс. Решится, будет революция всё-таки в нашей стране или нет. Пропускать граждан неправильных я не буду. Так что посмотрим. В прошлый раз, когда я пропустил, меня арестовали. Именно в этот день это произошло. Так, автомобильный багажник. Я заглядываю сюда. Здесь у меня мясо, кстати, можно волку отдать. Да, может у него хп восстановится. Волк, покушай. Кормить. О, восстановил здоровье. Так, волк, садись в машину, э! Или следуй за мной, брат. Погнали. Ха-ха, будешь со мной ходить на работу, чувак! А он может, интересно, охотиться или нет? Пёса-волк. Там у тебя есть? Сядь здесь, забирайся в машину, используй шприц. Нет, всё, просто бегай со мной, друг. Ты мой ручной волк. И будем вместе сидеть в кибитке. Прикиньте, приходите на границу. Там сидит проверяльщик документов. Хе-хе-хе. И волк, и волк. Заходи внутрь. Ты можешь зайти, дружок? Так, отлично. Так, ну чё, пора приступать к работе, но сперва напьёмся энергетиками. Так, сэ. О, троих хватило, да, слушайте, на максимум? Я думал, не хватит. Ну что ж, начинаем работать. Может, волк как-то будет пугать злоумышленников, и меня меньше будут обманывать? Всё-таки волк, это как бы дело такое. Ну и да, большое спасибо, что сказали мне, когда я не успел посмотреть, что сказал чувак. Отвлёкся, на компе можно всё это прочекать. И опять же, если я отдал документы, их можно вернуть назад. Я не знал, что такая возможность есть. Спасибо, попробую как-нибудь ей воспользоваться. Если будет патовая какая-то ситуация, но, надеюсь, не придётся. Надеюсь, я буду очень внимательным. Вряд ли, конечно. Но я буду пытаться, я буду пытаться. Так, всё, комп включён, глядим, что у нас сегодня в анонсах. Источник эпидемии был определён. Только люди из СОШи должны носить маски. Не заставляйте никого носить костюм заключённого. То есть заключённых пропускать тоже нельзя. Ну и людей из СОШи тоже пропускать нельзя. Окей, тоже, 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 тоже. Слишком много слов тоже. Но зато рабочий день начался. И до сих пор остаётся открытым вопрос, как использовать винтовку, когда я сижу в кабинке. Я до сих пор не знаю. Так, давайте закроем это окно, чтобы оно меня не отвлекало, потому что реально отвлекает. Так, с первого гражданину. Даже чую я, чую, что он из СОШи. Что у него с бородой? Привет, товарищ. Ты чё, мудак, что ли? Олег Макаренко, ты ж мудак. Я с вами как бы не дружу. Всё. Вопрос закрыт. Даже я не товарищ тебе. С чего ты взял, что ты мне товарищ? Или я товарищ тебе? Вор украл кровать. Ха-ха-ха. Надо было волка домой отправить. Но, блин, я не хотел этого пса отправлять домой. Я думал, уже все вещи украдены. А свою кровь осталась без кровати. Но это не беда. Она только висит у меня на шее. И к тому же, почему она не ушла со своей дочерью? Добро пожаловать. Документы. Вот. Вот. Какова цель визита? Миграция. Окей. Я вот что подумал. Почему от меня ушла жена? Подождите. Свекровь это теща или нет? Короче, мне кажется, это мать моей жены. Какого хера она осталась у меня дома? Это охренело, что ли? Ну. Жесть. Ну, я не готов её... Пускай она умрёт вообще. Так. Самиграция. Холера есть? А, так ты... Сорян. Ну, ты без маски. Ты без маски, подруга моя любимая. Подруга моя боевая. Подруга моя великая. Иди-ка ты нахер. Отправляйся нахер. Да, её даже заглючило от такого слова. Она его не слышала, наверное, никогда. Думала, что все вопросы можно решить с помощью милого личика. Хер там плавал. Засунь своё милое личико в то место, откуда ты его принесла ко мне сюда. Так. Это ты кто? Здорово. Это гопариха какая-то. Документы, да. Какова цель визита? Работа. Я кассир. Сколько действует? Давай, быстрей. Шустрей. 12 месяцев. Кассир. Принял, 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 принял. Такс, откуда ты у нас? Ты у нас из Соши, да? Ты в маске, всё нормально. Инна Семёнова. Пол указан верно. Имя совпадает. Порядковый номер паспорта указан верно. Дата рождения и там, и там правильная. Здесь всё хорошо. Здесь вопросов не имеется. Но, да, уберись. Но неизвестно, что у неё тут. Как кэшер, да, кассир. Один год. Всё правильно. Холера есть. Инна Семёнова. Проверим. Ты ли это? Ну да, Инна Семёнова, холера. И твои документы. Да, Инна Семёновна. Всё, всё правильно. Можно пускать её. Никаких дополнительных документов же не нужно. Да, разрешение на въезд есть. Разрешение на работу есть. Всё. Всё верно. Хотя мне что-то кажется, что какого-то документа не хватает. Нет, вроде всё правильно. Ладно, пропущу её. Что-то я затупил. По-моему, документов было больше раньше. Как я могу забыть такие вещи? Нет, ну... Всё в порядке. Это у Красноньёева, да? Там пять документов. Ещё эта маленькая карточка дополнительная на въезд. Да, всё нормально, слава богу. Это я с Красноньёевскими спутал её. И сегодня, походу, будут жители пытаться пройти несуществующих стран. И вот тут нужно быть вдвойне внимательнее, потому что, скорее всего, да. Да, придётся им отказать. Здорово. Здравствуйте, я иду на работу. Я обозреватель. Как долго действует? Два месяца. Так, она из Красноньёева, да, судя по всему? Окей. Как криво, она документы положила. Я Юри... Ивна Панасенко. Юри... Юриевна Панасенко. Ёлки-метёлки. Так, с Красноньёев. Угу. Пол указан верно. Год рождения и там, и там правильный. Юриевна Панасенко. Может, имя отличается? Нет, всё хорошо. Следующий документ. Два месяца. Колумнист. Это и есть обозреватель. Понятно. Прививка от холеры тоже есть. На её имя оформлено. Всё нормально. Здесь на её имя. Да. Здесь её имя. И последняя проверка. Да, всё хорошо. Но мне стоит заглянуть в список подозреваемых. Потому что... Нет. Женщин сегодня в списке разыскиваемых нету. Ну, всё здорово. Всё здорово. Добро пожаловать. Живи и радуйся. Обозревай, что ты там обозреваешь. Мы практически с тобой родственные души, да? В какой-то степени. Конечно, тебя немного... Шторми, да? Даже не немного, а сильно. Куда делись, красавицы? Чем дальше мы продвигаемся по игре, тем хуже становятся тут девушки. Видео уже устали делать модельки. Очень жаль. Очень-очень жаль. Они какие-то все видели, у них корпусы просто перекошенные настолько, насколько это вообще возможно. Оп, я тебе сразу говорю нет. Потому что ты в робе преступника. Я работаю в цирке, да? В цирке. В цирке. В цирке. А что за номер у тебя в цирке? В такой-то шмотке, а? В тюремной робе. Циркачка. Ты ещё циркачка, судя по твоему поведению. И надежде на то, что ты можешь прошмыгнуть. Цирк тут устроил, а не контрольно-пропускной пункт. Неведомо. Просто, просто немыслимо. Немыслимо. Неведомо. Неописуемо. Фантасмагоричная ситуация была. Так, ещё один товарищ. Только не говори, что... Привет, товарищ. Я твоему товарищу одному уже отказал. Как тебя зовут? Я не могу сказать тебе своё имя по правилам. Какова цель визита? Работай, я фишер. У тебя много рыбы в этом месте, чувак? Не заговаривай мне зубы. Один год. Фишер, один год. Действует разрешение. Зовут его... Юким Корж. Погодите, Юкима Коржа нету? Нет, что-то я не могу эти лица запомнить. Я только деда запомнил с бородой. А вот этого чёрного... Ладно, Юким Коржа здесь нету. Смотрим, что ты. Лениньёловка. Лениньёловка. Есть страна такая. Лениньёловка есть. Всё нормально. Так, сын. Яким Корж. Номер паспорта. Совпадает. Имя тоже верное. Дата указана правильно. Фотография. Фотография вроде бы его. Что здесь? Один год. Фишер. Всё правильно. Что здесь? Холера. Да, да, да. Всё верно. Это имя его. Яким Корж. Да, да, да. Можешь проезжать. Можешь проезжать, чувачок. Рыбаки нам нужны. Рыбы у нас много. Но не дай бог ты меня обманул. Не дай бог ты меня обманул. Опять какое-то у меня мерзкое предчувствие. Потому что он пытался заговорить мне зубы. И есть. Есть, есть, есть. Просто великолепно. Просто шикардосик. Следующий. И вот я оставил страны, чтобы смотреть, чтобы каждый раз мне пришлось открывать, если вдруг я увижу какую-то незнакомую для меня страну. А, я понял. Я понял. Передай меня через эту границу. Я тебя знаю. Я убью твою семью. А вдруг реально? Вот я подумал. А вдруг реально? Он придёт и убьёт мою семью. И я типа гейм-овер получу из-за этого. Из-за того, что я его не пропустил. Давайте пропустим. А у меня там вроде бы ещё лимит доверия Кузьма-Хук. Погоди. У меня лимит доверия вроде бы хороший. Нет, Кузьма-Хука здесь нету. Ну давайте пропустим. Просто я хочу спасти свою семью. Или не испугаться его. Вот это дилемма. А вдруг он берёт меня на понт? Нет, я его всё-таки не пущу. До свидос. Не пущу. Хотел, друзья. Я почти испугался. Но если реально так случится, что он может прийти и убить, ну это будет печально. До свидания. Ну хотя, как он придёт, если он через границу не может пробраться? Неизвестно. Может взятку даст кому. Понятия не имею. Но ситуация может быть страшной, да? Плачевной. Из-за такого вот косяка. Из-за того, что я не поверил ему. Хотя, один раз я поверил когда, да? Тайные организации. Меня в итоге расстреляли. Поэтому верить ему тоже как-то не стоит. Чё это за Нео из Матрицы? Это, по-моему, из SCP, чувачок. Привет, товарищ. Ха. Ты чё? Всё! Лавочка прикрытая. Твоего друга я не пустил, и тебя пускать я не собираюсь. SCP. Почему они вообще считают меня своим товарищем? Я же им сразу отказал. Вообще неизвестно. Глупцы. Они глупцы. Ой, ещё один в Сюремной Робе идёт. Какой-то день довольно приятный. Очень просто отправлять всех нахер. То из SCP, то какие-то преступники. Друг мой, умоляю тебя. Я один в этой жизни. Да, я тоже один. Я не виноват. Будь здоров. И я не виноват. Никто не виноват. Ну, к успеху пацан шёл. Безусловно. Безусловно. Надеялся, надеялся. Главное, не умер. Ну, не терять надежду. Вот и всё. Такс. Ну, и вот теперь придётся гражданина обслужить по полной программе. Он меня сейчас загрузит документами. Он ещё и в маске. Здорово. Привет. Привет. Как тебя зовут? Какова цель визита? Трансфер у него цель визита. Тарас Савенко. Такс. Тарас Савенко. Цель визита – трансфер. Год указан правильно. Армакхов. Армакхов. Армакхов есть страна. Читаю, я убрал карту. Зря. А страны Армакхов есть страна Армакхов. Значит, надо проверить его по базе данных. Нет. Слава Ячеславович. Галёркин Карл Владимирович. Давайте включим так, чтобы... Я не знаю. Такс. Окей. Здесь всё правильно. Здесь я проверил. Здесь вопросов нету. Здесь тоже холера. Тарас Савенко. Всё указано правильно. Могу пропускать. Он устраивается не на работу. Поэтому, в общем-то, ему дополнительные штуки и не нужны. А то, что он маску одел, ну, это как бы его право. Его право. Он не соши. Может носить, может не носить. И вообще без разницы. Всё, рабочий день закончен. Всё, рабочий день закончен. Так быстро. Прямо реально так быстро. Ни одной ошибки за день. Но шикарно. Просто великолепно, друзья. Мне вроде бы покупать не нужно, да? Всё у меня и так есть. Завтра я поеду на машине на работу. А сегодня я домой доберусь, пожалуй, на автобусе. Что-то мне лень ехать. По дороге всё равно ничего интересного нету. Продукция есть. Так что отправляемся просто домой. 9 рублей стоит. Дорога. Ну, могу себе позволить. Сегодня я прям реально хорошо, хорошо потрудился. Где мой волк? А где мой волк? А волк-то где? А волк что там остался, что ли? Или он прибежит в итоге? Блин. Ну, я надеюсь, волк не потерялся. Потому что я повелитель волков. Чёрт возьми. Вот машина. Нужно было волка посадить в машину. И он бы телепортировался вместе с машиной. Наверное. Ну, окей. Можно идти спать. А, кстати, кстати. У меня же шоколадка есть. Дам сынульке шоколадочку. Так. И, и, и. Бабульке дам деньжат. В итоге всё будет здорово. Так. С сынульечка. Вот тебе шоколадочка. Да, шоколад. Вот тебе. Я единственное, что не купил уголь. Вот это было бы неплохо. Купить уголь. Тут я заморозил. Бабусь. Ну, на денег тебе. Должна ещё тебе денег. Хорошо. Всё великолепно. Можно ложиться спать. И надеяться, что всё пройдёт гладко. И я не проснусь мёртвым. Опять. Не будет никакой революции. И всё будет здорово. Так. Ну, смотрите. Они не голодают. Они не замерзают. Я даже их покормлю. Арендная плата 7 рублей. Просыпаемся. Когда ты проснулся утром, у двери был командир. Прежде всего, спасибо за ваш вклад. Но теперь мы должны закрыть границу. Война снова вспыхнула. Мы должны получить все материалы, которые у вас есть. И мы здесь, чтобы присоединиться к армии. Вива Ставрноска. Ну да, друзья. В любом случае, это был последний день. Проблема в том, что... Да. Дальше пока игра не разработана. У неё есть логическое завершение. И это очень печально. То есть, либо меня расстреляют. Либо начнётся революция. И нас призовут в армию. Такая вот ситуация. Ну ладно. Большое вам спасибо, что смотрели этот ролик. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк. Подписаться. Буду очень благодарен. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok